Наверное, пора начинать уже такую плановую работу. Я приглашаю Капелевича Евгения Борисовича демодерировать, а также на эти свободные кресла дискуссии, первой панельной дискуссии, которая у нас называется «Роль государственного бизнеса, развитие цифровой трансформации в индустрии, кто кому помогает». Вопрос действительно интересный. Примет участие Сергей Николаевич Коротин, я, а также приглашаю принять участие Геннадия Германовича Побединского. Все его прекрасно знают. Он работает руководителем Роскартографии, Росреестра и генеральным директором ФБУ, Центра геодезии, картографии и еще что-то. И в настоящий момент также возглавляет российское общество геодезии, картографии и землеустройства. Но это я, наверное, не все перечислил, что вы где, когда возглавляли. Также хочу пригласить Александра Александровича Алябьева, тоже человек очень известный в нашей отрасли, который работал в государственных предприятиях, сейчас частных предприятиях, который один из руководителей, по-моему, Сибирь-Уральского общества геодезии, картографии. Но все его знают прекрасно. Ну и, наконец, Игорь Семенович Кошечкин, которого, я думаю, все еще и помнят по предыдущей конференции, поскольку он был одним из организаторов. Но Игорь Семенович прошел также все пути работы. Возглавлял земельную палату Иркутской губернии, Висхаги, частных предприятий Куча. Ну, в общем, все люди, которые действительно поработали и на предприятиях различных форм и собственности, и в руководящих органах. Я думаю, будет интересно. Мнение их мы все услышим, благодаря бодрому модерированию Юрия Борисовича. Ну и так, чтобы в зале большое количество людей, которые могут там внести еще что-то гораздо интереснее, чем те люди, которые сидят вот здесь перед вами. Игорь Борисович. Спасибо, Виктор Николаевич. Я... Здравствуйте всем. Не каждое утро бывает таким добрым, с такой прекрасной погодой в Петербурге, с видом на все его, так сказать, панорамы и так далее. По-моему, нам всем очень в этот раз повезло. И Питер нам приготовил нечастую для этого времени года погоду. Но это, извините за лирическое отступление. Я, как вы знаете, уже третий год выступаю на ваших конференциях в качестве, наверное, незнайки на Луне. Вот, находясь среди людей, владеющих такими словами, которые я потом в течение года потом пытаюсь вспомнить и осознать. Мне это все равно не удается. Но я, поскольку наша первая панель должна быть бесполезной, но развлекательной, ответить на вопросы, что происходит вокруг геодезии, картографии и так далее. Вот, наверное, самые глупые вопросы, которые возникают со стороны, я и задам. Значит, позвольте мне два слова вступительных. Что я знаю о том, что произошло в отрасли, кроме того, что произошло со всеми нами. Это мы еще, наверное, на второй панели, и к этому плотно подойдем. Значит, чего мы решили, что получили в результате. Но что было по плану? По плану должна была вступить в эксплуатацию единая электронная картографическая основа. Видите, я могу уже произнести это без шпаргалки. Вот, и насколько я знаю, она действительно заработала. И на данный момент, не скажу точно, и не мое дело знать это точно, она содержит то ли порядка 30, там, должна где-то 37% данных по стране запланированных охватывать. И раз она возникла, у меня, как значит, вы не знаете на Луне, может быть, вам это все неинтересно, а нам со стороны больше знать, что это значит, что теперь любой, так сказать, человек, который хочет получить данные по своему удачному участку, дому, чему угодному, или строительная компания, которая такая семья, получила полный доступ, так сказать, заходит и берет, берет на каких условиях, как все это происходит. Я знаю, что здесь собрались друзья, которые в то же время являются конкурентами, оппонентами, поэтому сейчас, я надеюсь, нам удастся вас вот вокруг этих вопросов строить. Ну, наверное, все-таки первым делом Сергей Николаевич задаем слово, это, так сказать, главным образом ваша была история, а потом вам зададим вопрос, а этот микрофон на веревке, он на нем? А это ваша, да? А, это мой, да? Чтобы вы были привязаны. Я понял, а я убежал с кресла. Спасибо большое за вопрос. Действительно, коллеги, это большое событие для нас с вами. Вы знаете, что впервые в истории отрасли выделена отдельная государственная программа, которая называется Национальная система пространственных данных. В рамках этой государственной программы мы создаем единую электронную картографическую основу, это свободные данные, которые позволяют в первую очередь решить задачи наших граждан. Это связано с достижениями национальной цели по доступному и качественному жилью. И действительно, вы правы, все наши усилия сосредоточены по крайней мере в этом году на картографировании населенных пунктов. То есть, в первой своей истории мы в этом году создадим ее на площади почти 4200 населенных пунктов. Более чем 4200 населенных пунктов будут обработаны, скажем так, сотни цифровых фото-планов на их территорию это почти 27 тысяч квадратных километров. И там более весомо звучит 2,7 миллиона гектаров. Когда цифрами оперируют строители. Более того, огромная работа ведется и по межселенным территориям. Это связано с тем, что необходимо выявлять районы, которые могут быть использованы для того, чтобы более эффективно осваивать нашу страну. И уже на основе этих данных в прошлом году мы актуализировали территорию страны и создавали на обширной территории новой рельефной. Поэтому вы абсолютно правы, сегодня эти данные созданы, они предоставлены, так называемой новой геоинформационной системой, едино-электронно-картографическая основа. Еще одно угодительное слово для вас, Федеральный фонд пространственных данных, в которые они входят как составная часть. В общем-то, здесь, наверное, было бы правильнее ставить вопрос о том, что сейчас это все многообразие фондов надо бы как-то объединить, потому что наши коллеги из Роскосмоса, они создают еще и Федеральный фонд данных ДЗЗ. И получается, что следующий вызов, с которым мы столкнемся, это как организовать реальное дежурство тех данных, которые мы создали. Территория же меняется, уникальная вещь, наши пространственные данные, это классический блокчейн, если говорить об этом, в терминах цифровой трансформации. Соответственно, за изменением территории очень легко следить. С помощью чего легко следить за изменением? С помощью тех технических средств, которые делают периодически. А это космические аппараты, они в любом случае пролетают на всей территории страны. Если мы говорим о глобальной ситуации, то спутник ДЗЗ оптически пролетает над нами с вами каждые пять минут. Такова на сегодняшний день ситуация с орбитальной группировкой именно оптических спутников дистанционного задержания Земли. Наша страна обладает группировкой, которая решает эту задачу с более высокой, скажем так, с более низкой периодичностью. То есть мы делаем это примерно раз в квартал. Поэтому вот сейчас как раз следующий этап развития будет заключаться в том, что необходимо синхронизовать эти процессы. Слишком часто снимать нет смысла. Ну и делать это с периодичностью три месяца, наверное, в современных условиях такая роскошь непозволительная. Мы специально проводили эксперимент в этом году и оказалось, что для центральной части нашей страны группировка аппаратов, которые находятся в таком смешанном владении, скажем так, это собственно из ССКБ «Прогресс», производители ракетного сети «Союз», они еще и делают космические аппараты АЭС. Так вот наши коллеги из Самары, из ССКБ «Прогресс», они создали группировку спутников АЭС, и они снимают самарскую область периодичностью раза в 20 дней. Соответственно, мы видим, что потенциал у наших компаний, у технических средств, которыми мы обладаем для того, чтобы организовать уже космическое дежурство тех пространственных данных, которые мы создали в ИЕК, он существует. Поэтому, отвечая на Ваши вопрос, данные есть, ими можно пользоваться, и технологии, которые позволяют эти данные и постоянно поддерживают их в актуальном состоянии, тоже нам сегодня доступны. Мой вопрос, это очень важно, конечно, мы технически вернемся, какими средствами будем располагать, а что изменилось для пользователей? Вы сейчас рассказывали о том, как Вы делаете, а вот насколько, что изменилось для потребителей пространственных данных? Сколько раз зашли, сколько раз воспользовались, на каких условиях? Вы сказали, что Роскартография стала прибыльной. Это благодаря этому или эта работа никакой прибыли на самом деле не приносит? В общем, про товарно-денежные отношения давайте поговорим. Ну, здесь я должен признаться, что в деталях я в ситуации с доступом к данным и к не владею, потому что это следующий технологический уровень, решением этой задачи занимается непосредственно Росреестр. Он говорит там о количестве сделок заключенных и в качестве об обращении к Федеральному фонду пространственных данных. Мы знаем лишь, что они действительно востребованы, правительство, по крайней мере, как государство, так называемое B2G, рынок, очень активно используют эти данные субъектам, они нужны для того, чтобы реализовывать проекты. Что касается взаимоотношений с бизнес-сообществом или с физическими лицами, то целью государственной программы является как раз исправление всех катастрофных ошибок. Исходные данные для того, чтобы начать решать эту застарелую проблему, когда неопределены окончательно границы земельных участков, не решена проблема наличия взаимных претензий у сособственников, у соседей, у границами, по площадям для того, чтобы выявлять в том числе и непоставленный на кадастровый учет строения, она наличествует, то есть мы имеем сюда неисходные данные. Насколько приблизились к решению этой проблемы, здесь, наверное, мы оставим это за рамками моего ответа, потому что это скорее Росреестр должен был поговорить, но, к сожалению, коллеги из-за занятости не смогли к нам присоединиться. Что касается нашей бизнес-модели, то здесь действительно работы по созданию продукции с учетом тех новаций, технологических позволили нам снизить себестоимости. То есть ретабельность была достигнута за счет того, что мы работали на больших площадях с использованием как раз цифровых методов обработки, и это позволило нам создать эту продукцию и выйти на эти показатели безумных счастливых. Спасибо, Сергей Николаевич, вы как бы чуть-чуть отчитались, я теперь попросил бы всех остальных участников нашей модели подвести некоторые итоги. По замыслу EECO, наверное, должна была стать центральным звеном, платформой, на которую работают в открытом режиме все потенциальные создатели данных рыночных, и которые пользуются в удобном и доступном режиме все пользователи. Вот она заработала, коллеги, без присоединения, насколько она заработала и модель ее действий отвечает вот этой вот главной задаче. Что в конце концов, допустим, и Яндекс.Карты тоже когда-нибудь вдруг оттуда взяли данные, а не из каких-то иных иностранных источников. Ну, разумеется, Яндекс.Карты взяли свои карты только там же, в том же самом федеральном фонде пространственных данных, который ранее назывался Картографо-генетический фонд. Ну, а дальше, естественно, развивали, и вот эта их программа народного картографирования, она, да, существенно продвинулась. Но есть небольшая разница. Если карты, которые создают Роскартография и предприятия, это продукция, которая проходит многоступенчатую систему контроля, то Яндекс.Карты это, ну, что вижу, тут рисую. И, соответственно, магазин-то ты, может быть, и показал, но есть ли там проезд, есть ли там, какого уровня дорога, какого уровня покрытия, это на Яндекс.Карты не совсем обязательная информация. Все понятно, но почему они, да, как созданные Роскартографией, правильнее, точнее, правильнее, почему же Яндекс.Карты, или не только Яндекс.Карты, там два ГИС, много всяких общедоступных гражданских картографических сервисов. А вот это вторая половина. Почему же не из этой прекрасной системы они черпают гораздо более точные и лучшие данные, а пользуются вот своими, так сказать, народными наработками. Это вторая половинка вопроса. Вот, представляю меня, Виктор Николаевич объявил кучу всяких должностей, но есть еще, я последний директор Московского геодетического предприятия и первый директор АО «Роскартографии». То есть процесс приватизации вот в этих руках был как-то. И хочу просто вспомнить, что на тот момент, на момент приватизации фонды, картографы геодетические, они находились в верении предприятия. И многие это ругали, кричали, что это неправильно, это неверно, это совсем не так, это надо изъять. И это было изъято в ходе приватизации. И переданным ФГБУ «Центр геодезии картографии ИПД». И появилась еще одна ступенька. Есть производители карт, и есть организации, которые якобы должна их распространять, не имея для этого ни специалистов, ни сил, ни средств. То есть практически ФГБУ все это создавало с нуля. И на сегодняшний день вот те первые попытки все-таки реализации технологий, предоставления данных единой электронной картографической основы, ну это тот успех, который уже в течение практически 10 лет, и вы, хоть что-то появилось. В свое время практически планировали и просили много раз оставить фонды в составе Роскартографии, и предоставить ей право предоставлять эти фонды, сохранив государственную собственность, естественно, этот информационный ресурс. Данное решение не было принято. Но, как показывает исторический опыт, это было не совсем верно, потому что вот простой опыт, английская геодезическая служба, орден Сурой, это исключительно в ведении короны находящаяся геодезическая служба там в течение многих сотен лет. Вдруг в какой-то момент они преобразуются в акционерное общество. Это на нашей памяти лет 20 назад. После этого отказываются от бюджетного финансирования исключительно за свои деньги, за счет предоставления. И в настоящее время, значит, у них единственное законодательное ограничение, что созданные за счет бюджета предоставляются гражданам, созданные за счет собственных средств за деньги. На эти деньги орден Сурвей и существует. Но хотелось бы, чтобы ауруска фотография стала полным аналогом орден Сурвей. Я это искренне желаю и считаю, что это будет правильно. Но случится ли это в ближайшее время или по-прежнему будет вот эта двухступенчатая система? Есть создатели геопространственных данных, а есть организации их распространяющие. Это лишняя ступенька в системе контроля качества, потому что контроль качества предприятия Роскартографии, входной контроль ФГБУ и затем еще один контроль на выдачу, когда потребитель получает и говорит, а что же это не то дает себя. Давайте продолжим высказать свое мнение о том, как это работает, в нужную ли сторону это развивается или надо как-то подправить и направить в какую-то другую сторону. Было бы удобно всем пользователям, и которая была бы экономически эффективна, потому что это товар, который востребован рынком во все возрастающих масштабах. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы остановиться на вопросе, но вначале хочу сказать особое спасибо Роскартографии. Наконец-то у нас появился такой фонд, который правильный и доступен от жителей до любой структуры Российской Федерации. Я хотел бы, чтобы они и дальше в этом направлении развивались. Ну а немножко я выступлю критически не к Роскартографии, жалко, что тут нет представителей Росрегистров, но есть представители ПГУ. Хотелось бы, чтобы вот эти данные до потребителя доходили немножко быстрее, чем сейчас. Это мягко сказано. От заявки до получения этих данных проходят дни, недели, месяцы. И хотя и в этом отношении как-то такие сильные качественные данные оперативно не решают задачи цифровой экономики, это немножко как-то, ну немножко некорректно. Я надеюсь, что это все исправится. Второй очень такой момент серьезный, что в принципе два поставщика пространственных данных в Российской Федерации это Роскартография и бизнес. Бизнес. Роскартография поставляет свои определенные качественные с точностными параметрами данные, которые очень потребованы у нас в стране. Бизнес в основном поставляет данные, их очень много тоже, которые необходимы городам и территориям. У них немного другие параметры. Постановление Росреестра гласит о том, что необходимо наконец-то в Росреестре объединить эти данные. Для этого создаются региональные фонды пространственных данных, филиалы российских фондов пространственных данных. Но на сегодня Росреестром только законодательно это все закреплено, а практически никак не решается. У нас это проблем много. На нашей территории бизнес создал свою продукцию, а куда сдавать? Там региональный фонд не создан, и начинается проблема. Даже представители Росреестра нашей Сильбовской области зачастую говорят, мы не можем работать, потому что данные не созданы бизнесом, не поступили в наш фонд, и они нам необходимы. Я бы хотел бы внимать, но хотел бы обратить на это внимание, тут есть представители ГБУ пространственных данных, и надеюсь, что Росреест быстро и оперативно решит эту задачу. И как Сергей Николаевич сказал правильно, что надо интегрировать эти данные с Роскосмосом, Росреестру, и конечно, еще предстоит очень большая задача, это интегрировать в эти данные еще данные бизнеса. Спасибо. Можно я передать микрофон дальше, на право авторским человеком? Мало случаев. Первый вывод сделаю. В итоге все-таки, ЕЭК, как я понимаю сейчас из ваших рассказов, таким абсолютно интегрированной платформой так и не стал. В ней есть только часть, которая создает Роскартографию. Значит, все вместе с данными от других бизнесов в неком фонде пространственных данных, который мы здесь не видим, он не представлен на нашей конференции. А он имеет вообще имя, отчество, фамилию? Этот фонде пространственных данных? Он вот здесь, который присутствует. Вот, ага. Рядом, Грия Михайловна Базарова, как раз она, заместитель руководителя ФЛБКО, она... Да, то есть единого хозяина, единого хозяина, единой платформы так и нет, да? Давайте я вам пока свои микрофончики и веревки передам. Скажите, что вы думаете? Добрый день, коллеги. Ну, я вообще, я представляю Центр геодезии картографии и инфраструктуры пространственных данных. Так мы полностью звучим. Что я хочу сказать? Хотя я не отвечаю за вход пространственных данных, вот, в моем видении блог геодезии, но тем не менее, слушая коллег, я все-таки хочу сказать. Значит, федеральный фонд пространственных данных существует. Что мне само не нравится в этом фонде? Значит, нет очень жесткого отбора той информации, которая поступает в фонд. Значит, и постепенно фонд превращается, в общем-то, в такую цифровую мусорную корзину, как я говорю. То есть это я говорю нашему руководству, это самое в центре, потому что информация, она очень быстро меняется, она должна как-то заменяться. Вот, то есть фонд не актуален, в общем-то, сейчас в настоящий момент. Вот, но это все, я считаю, правильное на самом деле. Теперь, что касается ЕЭКа. ЕЭКа создана и создана в очень таком, ну, очень простом варианте, я бы сказала. Значит, делали много лет и стратили много денег, но первоначально, вот прям сразу, изначально было сделано много ошибок. И в первую очередь, главный недостаток современного ЕЭКа, это то, что там нет снипции генерализации. То есть когда вы переходите с масштаба, если вы сделали обновление в десятитысячном масштабе, вы не видите этого обновления ни в 25, ни в 50 и так далее. То есть, ну, и тем более о промежуточном масштабе, я не говорю, то есть, его нет в помине. Ну, вот это если бы убрать, как бы, ну, то есть практически, вот, если первоначально, если плохо создан фундамент, то дальше сколько не делаем, сколько денег не вкладываем, в общем-то, нужно вот это все исправить. Я правильно понимаю, что вопрос генерализации, это вопрос, скорее, технический, да? А у меня первоначально... Это технический, мне почему так не... Она называется единая, но на самом деле она все равно не единая. Она не единая, то есть вы в десятитысячный масштаб, потом бомбс у вас начинает загружаться в 25 тысячный, потом бомбс у вас начинает загружаться в 50 тысячный. Ну, невозможно же, если вы сделали обновление в десятитысячный, например, то все должно автоматически идти и в остальные такой масштаб. Вот, этого, конечно, нет, и поэтому это можно денег-то складывать вообще. Елена Михайловна, садитесь к нам поближе, коль, так сказать, жизнь потребовала вашего любимого участия в ответственности на эти вопросы. Мы, может быть, еще раз как-то это проем, потому что, ну, как бы, я дядя себя понял, вы, наверное, это знаете, никакого единства по-прежнему нет. Так и нет одной интегрированной платформы, которую государство поддержало, которая была открыта в обе стороны рынка и поставщика на потребителях. Давайте продолжим это обсуждать. Я еще хочу дополнить. Давайте. Значит, еще хочу дополнить вот по поводу того, что вы говорите, что потребителю. Ну, вот информацию, если вы хотите получить информацию о своем садовом участке, в любом конце России вы можете это сделать. Другой момент, за какой период и какой техникой вы должны обладать. И за сколько тени? А денег 400 рублей. Это вот если ваш участок, например, ну, садовый участок, вот, за одна заявка, она стоит 400 рублей. Здесь не секрет совершенно. И вам выдадут план вашего участка и так далее. Вот. Но здесь так, что вот у меня стоит очень мощный компьютер в кабинете, и когда у меня друзья не смогли получить, значит, данные по своему участку, они попросили это сделать меня. Я оплатила 400 рублей, я, значит, угрузилась, пошла в лаборатории, провела совещание и так далее. Я вернулась, компьютер еще работает, я еще не получила ничего. Я думаю, наверное, он, ну, как бы завис, что ли. Вот. И там написано, что пошли-ка там, можете послать замечания какие-то. Я просто набрала несколько иксов, значит, убедилась, что компьютер работает, пошла дальше. В общем, потом я вернулась, на это ушло полтора часа. Через полтора часа я все-таки получила вот эту вот заявку. Более того, я получила ответ на письмо, которым я не писала. То есть согласно закону о ком-то, еще о каком-то и так далее. Ну, то есть это говорит о том, что вот это все работает в каком-то автомате, но очень плохо, конечно. Не работает в автомате. да. Ну, 400 рублей, это вот цена в вашем участке. Уважаемые коллеги, добрый день. Действительно, мы, я бы хотел разделить подходки эко на такой, ну, скажем, поэтапной, что ли. То есть есть профессиональный круг, который хорошо знает, что такое эко, и создается, и все, и все понятно. Просто картография создает эко, соответственно, с техническим заданием, там, еще с чем-то, с чем-то. И это предельно ясно и понятно. Когда диалог с пользователями, с пользователем, которые, ну, вот, прилип пример участка или там локального какие-то, то есть они представляют некую идеальную картину, что вот я сейчас все запрошу, и мне все это дело выдадут, и выдадут там в полном объеме, таким и таким-то образом. Поэтому я считаю, что эко требует ну, некого комментария, что ли, к тому, чтобы понимать, что эти данные создаются, то есть в рамках, как правильно сказали, таких-то масштабов, которые несут такую-то нагрузку, в рамках там такой-то информации, связанной там с генетическими данными, которые тоже участвуют в этом. И, соответственно, используя эко, используя ту информацию, первичную, с которой она создавалась, нужно это принимать, использовать, и если создавать какую-то производную там, или, допустим, дополнять это какими-то своими измерениями, наполнением, дополнительной информацией, то нужно обязательно руководствоваться тем, что было включено именно вот ту базу по созданию информационной, ну, созданию именно эко. Следующий момент, к сожалению, я, как вы упомянул, профессиональный круг это знает, это понимает, существует некоторое прописанное, но при диалоге с многими пользователями, администрациями, ну, причем местными администрациями, крупными компаниями, то есть там, горнодобывающие, там, добывающие углеводородные или техно создает, там, кадастровая карта на большие территории, там, лесного фонда, к сожалению, эта информация, она доведена в их собственном понимании, то есть мы возьмем, нам дадут какую-то часть, то есть вот это как бы всеобщего, ну, всеобщего знания, да, то есть всеобщего знания и обращения к этому, ну, к сожалению, на сегодняшний день в обществе нет, и, конечно, это нужно или, может быть, Росрегистру или ФГБУ, или, может быть, совместно, там, допустим, информационный некий бюллетень, там, по службам, по администрациям, как-то уведомлять, а с властей, чтобы более популярно объяснять, что же все-таки за звери это и эко, потому что были моменты, вот у нас в Иркутской области, когда техническому университету было дано задание, давайте будем помогать создавать, ну, Сергей Федорович, я был знаком с этим делом, то есть и вот кто мог, кто чем мог, побежал что-то создавать, ну, естественно, это не входит в рамки и требований, и нормативной документации, и все остальное, но тем не менее откликнулись, откликнулись на что, ну, немножко по-другому. Поэтому я считаю, что вот именно правильный подход и он как бы должен быть правильно разложенный в обществе тем, чтобы мы и эко воспринимали как ту информацию базовую, с которой нам необходимо работать. Соответственно, ее использование, то есть использование при проектировании, при строительстве, при каких-то изменениях, которые происходят в период пользования какого-либо, или использование этой информации с целью дальнейшего развития, дальнейшего развития общества, надо, конечно, получать всегда обратную связь. То есть если мы получили данные ПРФ и внесли какие-то изменения на указанную территорию, то есть исполненная документация получилась, там еще что-то, то, конечно, же эта обратная связь должна именно быть в этой точке. Потому что бывает так, что данные из ЭЭПа ушли, кто-то их взял, для чего-то использовал, там уже все поменялось, поменялось. И государству нужно ждать, когда там через 5-10 лет пройдут изменения. Мне очень понравилась созданная по заданию комитета государственной думы Обеденко и Карпова монография по потребности органов федеральной исполнительной власти в картографической основе и сроков обновления. Они задавали 14-м органам государственной, органам федеральной исполнительной власти вопросы, анализировали все эти вещи. И сроки обновления картографической продукции были указаны в среднем от 1,5 до 2,5 лет. То есть захотели как ортофотопланы, как топографические планы, как на регуляционные карты. То есть вот в той монографии как раз этот анализ был проведен именно с опрос на систему построения диаграммы. Если кто-то познакомился, очень интересная информация сложена в этой монографии. И действительно, когда мы общаемся с рядом территорией, то есть мы тоже летаем и города, и другие территории, то есть есть вот эти вопросы именно обновления данных, скорость, потому что что-то есть активно осваивающее и, конечно, требует определенного подхода встречного и входа обратного. Первое – это первое, конечно, как уже указали, критическая оперативность, второе – это информативность, ну и третье – это обратная связь. Если мы ее с вами не наладим, то у русской автографии всегда будет работа бесконечная, но она будет зачастую только догонять те исправления, которые есть, и актуализация мы, к сожалению, с вами не всегда получим на активно используемых территориях, а она будет меняться в течение тех коротких сроков, которые я указал в монографии и есть по моему опыту. Вы знаете, я вот когда читал какие-то немногочисленные статьи, которые в прессе бывают эту тему, ну или просто изложение там основных целей вот этой системы, там все время меня удивляло, да, везде написано, что вот эта система позволит органам государственной власти таким-сяким пятым-десятым решать свои такие-сякие пятые-десятые вопросы. И сейчас, как бы, в общем-то, это тоже в основном случится, почему-то нигде в этих документах не написано, что эта единая система позволит бизнесу всех абсолютно категорий, от строителей, от агрономов, от электрификаторов каких-нибудь, до операторов беспилотного транспорта, в любой момент уже пространственные данные, на самом деле, сейчас необходимо такому широкому кругу субъектов экономики, а вовсе не только местной администрации никакой. Вот, скажите, пожалуйста, вообще мы сдвинулись в какую-то сторону для того, чтобы, мне кажется, может быть, это глупый вопрос всем надоевший, но он, мне кажется, остается главным. Ну, из года в год, если он не решается, то значит, просто не решается. Но вот у Яндекса ездят эти роботы, они ездят, естественно, по карту, да, мы говорим, что они там берут карты, бог знает, откуда, из разных источников, но почему-то они берут из нашей прекрасной единой системы. Это только пример, он просто на глазах. На самом деле не на глазах, огромное количество еще других видов деятельности хозяйственной, которые постоянно должны быть. Значит, вопрос мой такой, почему везде в ЕЭКО написано, что она для органов государственной власти, а вовсе не для всех в равной листе. Нет, первое. И второе, мне прям хочется, через некоторое время, у нас тут нет никаких электронных средств голосования, но все-таки задать вопрос вот всем участникам конференции, может быть, вы подумаете пока, я его сформулирую. Ну, формулирую как бы вместе с вами, у него может тоже помочь его сформулировать. Один вариант вот вопроса, мы там, не знаю, по громкости аплодисментов можем установить большинство, или по рукам, как угодно, на глаз. Но он очень простой. Вот направление, в котором сейчас строится система, оно скорее все-таки приведет нас к созданию единой интегрированной системы, доступной для всех, и удобной для всех. Или скорее не приведет. Предварительно такой драфт вопроса всему залу, мы сейчас Виктору Николаевичу дадим поагитировать. Вы с постановкой вопроса согласны с такой? Да. Да. Хорошо, Виктор Николаевич. Ну, хочется немножко тоже прокомментировать эту тему, предыдущую, которая шла. Вот мне очень понравилось, что сказал Илья Борисович, надо говорить с точки зрения товарно-денежных отношений. И вот здесь вот, когда Сергей Николаевич начал говорить о том, как эффективно работает Роскосмос и покрывает наши быстрые просторы космическими данными, недавно была, в этом году была конференция в Евосибири, всем известная Новосибирске, там был круглый стол, выступал сотрудник Роскосмоса, который сказал, что мы этих данных поставили где-то там, ну, по-моему, было 20 миллионов, типа там 700 тысяч, допустим, рублей, но деньги в любом случае копеечные, но на что ему был задан вопрос, я немножко в теме, а вот вообще кому что и как поставили, он говорит, ну здесь цифры немножко искусственные, мы на 20 миллионов поставили государственным органам за бесплатно и 700 тысяч продали на рынке, вот примерно так было, когда поставляешь за бесплатно, это означает, что губернатору даются данные, получи данные, он их получает, он получил эти данные, положил в стол и отчитался наверх, что как эффективно мы используем космические данные, вот это, к сожалению, этот парадокс везде есть, и поэтому единственным критерием, наверное, является деньги, которые зарабатывают на, либо на фондах пространственных данных, либо там на фондах данных для сонного зондирования, у меня, наверное, возникает вопрос, Кирилл Михайлович, вот хорошо, Геннадий Германович упомянул Лондон Сюлей, если бы ФБГУ жило вот на этих фондах пространственных данных, даже не вкладываясь в их создание, а только получив эти пространственные данные, как успешно развивалась бы жизнь ФБГУ, если бы зарабатывали деньги на рынке за счет продажа пространственных данных. В ФБГУ доход приносит только блоге адреса. Ну что, вы не против тогда в какой-то форме, сейчас решим, в какой провести голосование по поставленному у мною вопросу. Вопрос правильно поставлен? Да, безупречно. Хорошо, тогда, так сказать, ну что, поднятием рук или методом, значит, шума по аплодисментам, как хотите, как лучше. С аплодисментами висели, я думаю. Вопрос формулируйте вопрос. Вопрос формулируйте следующий вопрос. Тот путь, по которому сейчас создается единая Ерека, и пока, как я понимаю, такие неопределенные планы или какого-то объединения с данными Роскосмоса, фондов и так далее. Этот путь, скорее, на ваш взгляд, все-таки приведет к созданию нормальной системы, когда есть центральное, так сказать, звено, платформа, в которую все на заинтересованы класть данные и из которой всем удобно забирать эти данные. Это же идеал, наверное, я же правильно формулирую, к чему мы должны стремиться. Я правильно сказал? У нас этого нет. Или то, каким мы путем идем к этому, вы считаете, не приведет никогда. И надо все начинать заново. Вот два простых варианта. Быть или не быть, можно сказать. Давайте так и скажем, быть или не быть. Значит, с аплодисментами будет веселее, в любом случае, значит, решения нашего собрания обязательные силы все они имеют. Определять результат позвольте в них. Итак, хоть и с трудностями, но придем. Бурные аплодисменты. Нет, надо разворачиваться и начинать все заново. Мне кажется, если вы где-то посидите, вот, послушайте, да, ну, тут же либо черное, либо белое, но придется, скорее всего, замазать серо. Слышать. Нет, ну, у вас это не слышать. Можно градиент добавить? Ну, конечно. Вы знаете, что тут радиотехники самая высокая точность сигнала, не инспектор по краям полосы, и вы задали нам вот эти ориентиры, ограниченные. На самом деле, мы впервые взялись за такую сложную задачу масштаба всей страны. Надо понимать, что перерыв был очень большой, когда такие вот системные работы заказывались. И ошибка неизбежна. Опыт вот этих вот трех лет работы показал, я правильно поставил абсолютно вопрос, если идти так, как мы идем дальше, то в 2024 году у нас же полная фиаско. Если же... Вот это да, уже так скоро? Что вы имеете в виду в 2024? В 2024? Почему в 2024? Потому что... Там такое событие у нас. Не завершается, устаточная программа цифровая экономика. Мы должны будем явить продукт, и этот продукт, вы правильно абсолютно отметили, коллеги здесь говорят, он всех ожиданий, всех авансов, которые были выданы, когда к его созданию приступали, он не оправдает. Это мы понимаем уже сейчас, и поэтому действительно вы правы, когда кайки в той или иной форме пытаются сказать, что действительно необходимо не разворачиваться, а необходимо скорректировать подходы к созданию. То есть есть вопросы, которые действительно... пришли эмпирическим путем. Не надо понимать, что мы такие отсталые, весь мир шел этим путем. Не случайно все говорят про десятилетия, потраченные идущими в этом плане государствами на создание аналогичной системы на территории гораздо меньшей площади. Поэтому здесь, наверное, если вы поставите третий вариант вопроса, можно ли на базе ЕЕКа в осязаемой перспективе создать пространственные данные, которые ответят на все чаяния от государства до конкретного физического лица? Вот если эту третью опцию добавить уже, то я бы должен третий раз проголосовать и узнать, какая будет реакция в ЗАП. Вы знаете, референдум по одному и тому же вопросу можно провести сколько угодно раз, особенно если результат был получен примерно 50 на 50. То есть чтобы все-таки прийти к какому-то решению, нам придется, я считаю, попытки повторить. Но чтобы их повторить на новой основе, я еще несколько вопросов поставлю. Я так понимаю ваши мысли, что если ЕЕКО совместится с фондом, совместится с Роскосмосом, ну это какие-то возможные эволюционные, организационные вопросы, потому что все это в руках государства. Вот все в руках государства. Я иногда думаю, а может государство отдало бы на откуп какой-нибудь любой частной компании создать такую систему? Было бы сложно. Смотрите, вопрос, видимо, не попал в точку. Давайте пофантазируем на эту тему. Давайте тогда вот пофантазируем сейчас на эту тему. Ну это хоть пофантазируем. Ну поехали, да. Вот посмотрите, вот Игорь Семенович очень четко высказал одну точку зрения. Потребителям нужна абсолютно достоверная современная информация. И причем которая в доступе в валентное время, когда им не приходится звонить по телефону и сказать знакомым, чтобы им нужно что-то не работало. Совершенно верно. А вторая точка зрения, это технологическая. Потому что вот давайте посмотрим на все прикладные геоинформационные системы, что они используют в качестве основы ЕЭКа, да не ЕЭКа, как OpenStreetMap. 90% этих систем в уголочке знака авторского права OpenStreetMap. Почему? А технологически доступнее. Вот действительно здесь огромный бюрократический механизм, чтобы пробиться к ЕЭКа. И когда станет ЕЭКа так доступно, как OpenStreetMap, я даже все слова представляю. Еще раз хочу вернуться вот к этому. Есть производитель Роскартагразии, есть распределитель ФГБУ, и связь между ними никакая. Деньги, полученные за предоставление данных, уходят в бюджет. Производителю деньги идут из бюджета по какой-то отдельной программе, и никакой связи. Вот востребованная продукция, где она более востребована еще как-то, денежно, никак не связано между собой. Почему я и говорю? Пример, OpenStreetMap, который живет исключительно на доходы на маленькой Великобритании, но только за счет доходов от продажи геопространственных данных. Коллеги, я хочу сказать, у вас сейчас на самом деле это вопросы, которые просто касаются, как мне кажется, ваших денег. Слава богу, в этом году Роскартография прибыльна, ракурс наверняка тоже, остальные, не знаю, в этом году все, значит, многое меняется на рынке, это мы во второй технологической части, видимо, поговорим подробнее об этом. Но тем не менее, все равно важна как бы система, работает или нет. Но в идеале, вот как я, абсолютно человек далекий от реалий, да, мне кажется, вот был бы какой-нибудь, видите, OpenStreetMap, да? OpenStreetMap. Да, даже коммерческая структура. Общательно коммерческая. Она покупает данные у различных разработчиков. Нет, нет, нет. Породит. 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 Нет, нет, нет. У нее есть соглашение с геодетическими службами. Берет бесплатно. И продает. Отлично, и все работает. Вот, поэтому вопрос мой такой, а вот давайте пофантазируем. Вот если бы мы там предоставили в любой форме любой компании создать платформу, которая бы объединяла данные всех поставщиков и технологически удобно работала для всех потребителей, будь то государство, будь то государство, не буду повторяться. Я очень, наверное, может быть, глупый и наивный вопрос задаю. Далекий от нашей жизни. Далекий от наших реалий. Но давайте, возможно, он, так сказать, что-то задевает. Давайте, пожалуйста, ответьте каждое, что думает. Давайте я отвечу на этот вопрос. Ну, первое, я с Леонидом и Михайловичем не согласен в том, что если будет этим заниматься государство, и у нас стране будет рай. Все-таки в основное развитие идет у нас в стране, в регионах и в городах. Это надо понимать. И там форма продукции, пространственных данных, немножко другая и немного другие жесткие требования. И там, и мы как-то упускаем, мы говорим, Роскосмос, Роскартография. Вот это неправильная постановка вопроса в нашей конференции. А есть еще третий поставщик – бизнес. И мы что-то бизнес вообще упускаем, хотя на территории основной поставщик пространственных данных – это бизнес. Роскартография и Роскосмос решают свою задачу на уровне государства. Поэтому нельзя вот сейчас ставить такой вопрос и упускать бизнес. Если мы сейчас вычеркнем бизнес из этой ситуации, то мы еще придем к худшему состоянию, чем сейчас есть. Это первая такая ситуация. Вторая ситуация. Но я пример приведу другой. В Грузии пространственные данные держат частное предприятие. И оно живет как в Англии. Они сами залеты делают, это есть постановление такое правительство, и все нормально. Но там маленькая территория, Российская Федерация это не подходит, потому что территория маленькая. Но как приметно, так можно рассматривать территорию Грузии, как территорию Свердловской области, Башкирии. Вот в таком регионе, в принципе, тут уже должно работать концессия или частное государственное партнерство, что в Свердловской области сейчас будет, ну, развивается. И, в принципе, идет такая ситуация, чтобы часть данных держала территория правительства. Потому что основные данные на территории, они по ФЗ-131, ну, идут за счет денег в территории. А часть данных, как-то, она концентрировалась вместе с бизнесом. Что нас сдерживает? Давайте мы второй вопрос поднимем. Нас прекрасно сдерживает наш ФЗ-4, знаменитый Федеральный закон 431. Он уже, он нормально, он сыграл свою роль, но он уже устарел. В каком состоянии? Ну, во-первых, он поставил наш бизнес, наше развитие экономики в очень жесткие состояния. И основной продукт пространственных данных – это фото-планы, топопланы. Хотя через 10 лет это уже не основной продукт пространственных данных. Это надо понимать. Я вам еще раз вас подчеркиваю. Все развитие экономики идет… Ну, я, может, грубо скажу, Москва диктует, но идет на территориях. И территориях надо какие данные? Надо… Данные имели ценность. Данные должны быстро поставляться поставщику. И данные должны в простой форме восприятия делать, а не 2D. Потому что картографическую продукцию, вот тут людей сколько есть, если мы хлопками скажем, кто ее понимает, кто не понимает, то все будут хлопать, что они ее не понимают. Ну, так, грубо говоря, создание карты масштаба 1,500 требует 1041 условный знак. Не любой карторграф их знает. А обыватель, особенно если мы разливаем территорию экономисты, юристы, там, то этого нет. Поэтому еще раз я бы хотел, чтобы мы все-таки рассмотрели три составляющие. Это Роскосмос, Роскартография и бизнес. Второе. Рассмотрели вопрос на уровне территории. И на территории, возможно, такая функция частного государственного партнерства по созданию фонда территориальных и пространственных данных. Спасибо. Александр Александрович, вот вы знаете, вы очень интересно рассказываете, что на регионах, в регионах, вот это, где-то делают. Но вы на мой простой и глупый вопрос не ответили. А вот если, допустим, все зачеркнуть и сказать, вот есть у нас такие-то, такие-то, такие-то создатели пространственных данных, про пользователей не говорим, им не с числа. Но вот давайте просто отдельно дадим полномочия, возможности нет, отдельно говорить, собрать все. И пусть она будет частная, для того, чтобы она у субъектов покупала на рыночной основе, а пользователя продавала. Ну, при определенном, там, каком-то государственном регулировании, потому что ясно, что она будет монопольной, конкурентную, наверное, вторую, такую пока не создать. Хотя он прекрасно Яндекс и Инваги используются, просто другими источниками, бесплатно, так что конкуренция по факту есть. Давайте мы по-другому. Так что можно и регулировать, но за сколько продадут, за сколько продадут. На этот вопрос у Виктора Николаевича, Фон Дубло, была такая же конференция, один представитель Европы так сказал. Яндекс-карты это прекрасно, 80% населения пользуются Яндекс-картами, но 20% людей необходимы карты, карты другие, другая продукция, которая именно влияет на цифровую экономику. Это одно дело обыватель, другое дело продукция, которая развивает общество. Второй момент, надо же не забывать, наши территории можно разбить на три мини-государства. Ну, город это типа Швейцарии, Свердловская область, это типа Великобритания и еще вся Россия. И поэтому так ставить вопрос. Это или не это, это нельзя так ставить вопрос, потому что каждая территория, у нее разные задачи, абсолютно. Но они в других климатических зонах, экономических зонах. И поэтому такого не будет. То, что мы создали в ЭКО, это большое достижение. Его, наверное, на таком уровне надо создавать. И с 2024 года может как-то видоизменять, когда закон 431. Но благодаря тому, что Росреест разрешил создавать региональные фонды пространственных данных, тут входят и другие данные, поэтому это надо интегрировать. Не зря говорят у нас, когда вот этот Росреест говорит, можно создать муниципальный фонд пространственных данных, можно региональный, а можно государственный. Так вопрос нельзя ставить, да или нет. Как говорится, мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Хорошо. Виктор Николаевич хотел бы что-то сказать. Радикальная, вероятно. Хочется немного поддержать Сазановича во многих вещах. Немного, но и в сторону ввести. Во-первых, нужно ли, не нужно этого диета, с чего мы начинали. Это вот действительно мы берем какой-то определенный продукт и считаем, что он все кругом закроет. Это продукт, причем, ну, не могу сказать, что самый оптимальный. Вот может быть правильнее было бы хранить, возвращаясь в том числе к мнению Сазановича, что делать именно распределенную систему хранения данных, не все в Москве, а там десяток центров, сотов, центров обработки данных, в которых хранится информация. Информация должна быть более первичной. Допустим, первичной информацией является залет, либо уравненный блок аэрофотоснимков, либо космоснимков. То есть это информация первичная. Дальше, если обращается, допустим, то самое там государственное учреждение, то соответствующие департаменты или филиалы Роскартографии делают для них эти пресловутые ортоплотопланы или не приведи, господи, толпы карт, которые мало кому нужны по причине того, что вот эти самые 1400 там или безумное количество этих классов никто не понимает, кроме профессиональных картографов. И вот эта распределенная система хранения исходной информации, когда уже есть привязанные данные диссионного зондирования, я почему говорю, это же в терминах там, фотограмметрических уравненные блоки, она может уже являться вот информацией, которая потребуется дальше, нужна, вот градостроителям нужна третья координата. У нас этого понятия отсутствует как класс. Если, допустим, те же самые топ-карты создаются, они создаются по-прежнему в той самой нормативной базе, которая была принята году там, не приведи господи, столько лет не живут. Вот, допустим, мы делали проект еще в 2005-2006 году для государственных карт Франции. Государственный карт, заметьте, этот проект был Бедедоп, когда Бедедеорта, это есть государственный французский проект. Во-первых, этот проект был рыночный, в том числе российская компания делала государственные карты Франции. Это значит, во-первых, рынок существует, это несколько компаний отбиралась для этой работы, это во-первых. А во-вторых, уже тогда каждый, вот не было таких топ-карты плоских, каждый объект имел третью координату. Это 2005-2006 год. То есть эта исходная информация не создавалась в бесконечном количестве условных знаков, картографических, которые я говорю, понять нельзя, а создавалась действительно информация, которая востребована на рынке. Вот я позволю себе страшно кощунственную мысль, уверен, что она неправильная, но она кощунственная, что вот почему не используются эти вот данные, которые сейчас хранятся в фондах, и почему наши фонды прожить не могут. Потому что там хранится конечная продукция, которая не нужна конечному потребителю, к сожалению. Точнее, она нужна очень малому проценту этих конечных потребителей. И вот опять, если возвращаясь к точной и неточной карте, я понимаю, что уверен, что рост картографии делает точнее и качественнее, допустим, топа карты, чем Яндекс. Но зачем народному потребителю иметь эту бесконечную точность, которую вложены бесконечные деньги, это означает, что 80-90% потребителей будет брать OpenStreetMap, будет брать Яндекс, и Яндекс процветает. А наши большие профессиональные предприятия типа Роскартографии живут от ФЦП до ФЦП. — Ну да, я провоцирую. — Ну да, я провоцирую. — Да, вы провоцируете. Ну давайте, коллеги, начнем с того, что действительно, если вы несетесь 20-й, 15-й год, когда мы первые встретились и начали это обсуждать, действительно, подложкой публичной кадастровой карты наше страны было OpenStreetMap. То есть первое важное достижение, мы впервые на публичную кадастровую карту предоставили собственный карт-материал. То есть это первый результат ЕГЭ. Теперь то, о чем все коллеги говорят, действительно, слова там о том, что эта продукция очень сложная, дорогая, ну не совсем так. На самом деле цены достаточно рыночные на уровне рентабельности продуктов. То есть многие коллеги коммерчески не берутся делать карты на те территории, которые мы делаем по госзаданию. То есть никакой частник не поедет вам на северный морской путь и не будет вам делать порт Петропавловска-Камчатского, где надо сидеть и там ждать погоду месяцами. У нас яркий пример был, мы в 2020 году погоду над Южно-Сахалинском ждали три месяца. У нас самолет стоял и ждал все лето, пока откроется небо, чтобы разошлись облака, чтобы не сделали съемку этого населенного пункта. Поэтому, отвечая на этот вопрос ваш, баланс он и сейчас присутствует. Есть серьезные задачи, которые по силам, по силам масштабов, по рентабельности, технологической готовности может заниматься только государством. Мы все помним, что могучая топослужба СССР после Второй мировой войны была, если так образно выражаться, развернута верховным главнокомандующим для того, чтобы откартографировать всю территорию страны вот этим 25-тысячным масштабом. И вся вот эта мощь военно-топографического управления смогла дойти только до Уральских гор. Соответственно, дальше территорию уже детально картографировать было достаточно сложно. Мы с вами знаем, что из 17 миллионов квадратных километров нашей территории 5, наверное, с половиной миллионов – территории, которую мы с вами активно вовлекаем в такой хороший хозяйственный оборот. Здесь вы абсолютно правы, вот прозвучала задача о районировании страны. Я полностью ее поддерживаю. Давайте ее разделим на… Вот сейчас выделены эти агломерации, о которых много говорят в правительстве. Там Рашид Кузянович такую задачу ставит. Вот там вы абсолютно правы. Эта площадка куза должен прийти, там активный живой бизнес. И Москва в этом смысле очень интересный проводит эксперименты. Москва в этом году заказала исследование на выбор правильной технологии картографирования городских агломераций. И прям очень интересно смотреть, как они дежурят в Москву, потому что не секрет, что вот этот вот вечный диспут, как нам обамлечь технологии воздушного лазерного сканирования в создании новой продукции. Это же очевидное преимущество. Мы экономим деньги на построение модели рельефа, а дальше выясняется, что этот рельеф актуализировать действующими нормативными документами, о которых говорит, не перетусмотрен. Мы берем старые вот эти горизонтали, которые еще и ограничены тем, что если их отдать населению, там, они должны через десять метров идти. Ну, насколько вам нужен вот рельеф, который сделан с такой погрешностью для обывателя, который занимается внутренними пробежками, либо лучше считать перепад высот. И я с вами полностью согласен, что мы сейчас получим некую основу в том или ином виде и сделаем потом следующий шаг. И государственная компания при всех ее достоинствах, масштабности и так далее не решит вот эту проблему детального, изящного предоставления там самых актуальных пространственных данных. Поэтому, когда я их затевала, спосыл был идемный, давайте создадим основу, потом эту основу совместно с бизнесом будем дальше культивировать. Все идет не так оптимально, как нам всем бы хотелось, поэтому этот крик души, который мы здесь разделяем все присутствующие, он связан с тем, что мы продолжим экспертное сообщество доносить до регулятора необходимость изменений. Ваши вопросы, они нам очень импонируют, потому что они созвучны тем эмоциям, которые мы все испытываем, позапокалована во время кулуарной беседы о сущности бытия. Вот, собственно, все, о чем я хотел поделиться. Спасибо. Чтобы мы все-таки получили большинство и нишество, но, возможно, с вашей помощью. Я просто тоже пытаюсь понять некоторые, так сказать, особенности для того, чтобы он был корректным. Я ведь все-таки человек абсолютно со стороны. Сейчас я вам дам слово. Вы позвольте мне, и вы меня поправите, потому что моя задача будет в ближайшее время сформулировать новый вопрос. Значит, я так понимаю, Сергей Николаевич, что вы говорите о том, что да, ЕЭК – это ступень. ЕЭК – это ступень, но что там дальше на следующем этапе? Вот, честно говоря, я слушаю вас третий раз, участвую в конференциях, я так пока не услышал, а что там дальше. И, может быть, мы сейчас как раз сформулируем этот самый вопрос, что должно быть дальше. Да, ЕЭК – это некая часть, основа, которая затем может быть использована в неких коммерческих приложениях, удобных для пользователя, в некоторых, там, в других целях нерыночных, да, там, фотографирование Северного морского пути. Понятно, что там пять пользователей будет всего, и это совершенно другая система. ЕЭК – это кусочек основы, который откроет нам безграничное пространство в пространственных дах. Давайте я передам. ЕЭК – это кусочек основы, который откроет нам безграничное государство. Я в своих докладах часто привожу схему плотности населения России. Вот две трети у нас страны отрицательная плотность населения. Одна сотая человека на квадратный километр. Понимаете, кто в две трети страны будет что-либо покупать? Туда даже может прийти только страна со своими деньгами и как-то закартографировать эту территорию. Две трети страны, Сан Саныч. И поэтому у меня доклад технический, и он сегодня на вечер намечен, но я бы сейчас привела. Очень хорошо демонстрировать подход государственный и частный, когда мы создаем пункты ФАКС, мы создаем их равномерно на всей территории страны. И вот пункта ФСГС, то есть это вот эти дифференциальные станции, которые создают бизнес. Вот бизнес четко идет по плотности населения. Он строит свои дифференциальные станции только там, где много населения. Чем больше населения, тем плотнее все дифференциальные станции. Но также картографированные территории все, в общем-то государство отвечает за территорию всей страны. И дальше все, что касается того, что если бы частный бизнес начинал делать ЕЭКО. Частный бизнес начинал делать ЕЭКО. Дата Плюс – это первый производитель ЕЭКО. Все остальные потом подправляют. Чем закончилось? Скажите, не знаю. Что им, то им ЕЭКО. Значит, Елена Михайловна, я не совсем с вами согласен. Дело в том, что вот тот наш любимый 431 закон, который в суде его вспоминает, он, к сожалению, не содержит одну такую категорию, как фонды пространственных данных частных компаний. То есть есть региональные, есть федеральные фонды, есть ведомственные фонды, а фондов частных компаний нет. И вот как раз там, вот в тех 80% нет той территории, где лежит и нефть, и газ, и остальное, там все картографировано. Но ни в какие федеральные и региональные фонды эти материалы не переданы. Потому что законом содержимое вот этих частных фондов не регулируется. И они там лежат и работают, на Лукою, на Газпром, на кого угодно, кроме государства и кроме, ну естественно, граждан этого государства. У очень узкой полосой. Ни в коем случае. Ну как можно узкой полосой картографировать территорию месторождения? Вот, да. Ну месторождение само – это тоже небольшая территория. А, да. Ну еще добавить, то есть вопрос зонирования территории, потом урбанизированной территории, территории малонаселенной. Действительно, мы забываем с вами такой большой блок, который, ну вот если вернуться в прошлые времена, Бесхаги, то есть то, что делало в свое время Бесхаги, то, что делали предприятия Рослеспроекты. То есть, в принципе, в 70-е годы уровень картографирования территории Российской Федерации был очень четко распределен. Понятно, не было частного бизнеса, то есть государственное все было, но было очень четко распределено. Сельхоз, земли, сельскохозяйственные районы, все остальное – это привилегии Ресхаги. Топографические планы с 25-тысячного масштаба имельча – это роскартография, города большие – это роскартография, а лесные территории – это, по большому счету, лесопроекты. Причем достаточно серьезная информация, которая создавалась, она была и была высокого уровня. То есть, это уровень 10-тысячного, 25-тысячного масштаба. То есть, это съемки по, естественно, активно используемым территориям, они существовали, они есть на сегодняшний день. Точно так же на сегодняшний день это и распределяется. То есть, что-то создает роскартография в больших объемах, приличных объемах, это если посмотреть, то есть, они заинтересованы, ну, используют космосъемку, где-то арофотосъемку. То есть, это приличный пласт, который на сегодняшний день у нас скальзывает. И я, честно говоря, в ЮЭК это не увидим. Хотя эта информация существует, и мы сами эту информацию создаем, то есть, она присутствует. Поэтому, если вот действительно говорить о том, что мы должны разделять и объединять, и не концентрироваться только на том, что создает роскартографию, только то, что фонды и государственные, федеральный орган государственной власти просят, да, а именно то, что создается, ну, межферносов. И вот говорить сегодня о фондах, или об обмене этих фондов, или о получении, ну, много целевой информации, конечно, нужно с учетом вот информации, создаваемой всегда. И, допустим, ну, тот же самый кадастровый учет у нас начинался с того, что в две тысячи, шестом по две тысячи десятый год, достаточно большой объем в Госкомзем тогда и Роскредсер создали оптопланов. И, по большому счету, сегодня ИЭК – это следующий виток, как уж правильно сказали, федеральной целевой программы, с которой стартанули. Поэтому получилось так, что мы где-то имеем старые картографические материалы, допустим, вот наши, ну, Висхаги в свое время, восточно-сибирские филиалы, это вся Восточная Сибирь, это все земли сельхозназначения, это земли населенных пунктов, ну, частично земли промышленных предприятий и всех остальных. Поэтому мы сами получаем и имеем преемственность, не должны иметь некую преемственность по фондам, которые были, и они оставались в Госкомземе, перешли после реестров, они должны использоваться, да, то есть какие-то там данные, которые должны, в общем-то, перетекать в создаваемые сегодня и информацию, которая есть. Ну, еще вот, на чем мы, в общем-то, частенько запинаемся и обсуждаем, сейчас, Александр Ильич правильно сказал, что 500-й масштаб подразумевает, там, большое количество условных обозначений. В свое время сельскохозяйственные карты содержали только 17 условных обозначений для сенокоса. 17 видов сенокоса, кому задаешь, назовет их 9 видов пастбищ, да, то есть, скажи, я помню тоже. Это все было в условных обозначениях на картах сельскохозяйственных угодников. То есть, эти все вещи есть. Да, сегодня нам нужна некая универсальность, и вот я считаю, что общий фонд такой правильный, что провести некое зонирование, первое по фонду, второе, некое зонирование по востребованности, то есть, по востребованности информации по ее содержательной части, то есть, не то, что яндекс-карта, да, но это тематические карты, это тематическая какая-то основа, которая, допустим, если ее сравнить с ЕКО, то, ну, я думаю, что это несравнимо, потому что это, ну, совершенно разные задачи. И мы должны понимать некую универсальность. Но они за собой кое-что несут. Почему? Потому что, когда мы объясняем кому-либо, да, что, уважаемые коллеги, нужно работать с какими-то материалами, он говорит, а у него гугли все есть. Что-то про гугл. Вот увидел с ним, он не в пространстве, он не привязанный и так далее, и так далее. Точно так же, а я на индекс, а я в два дубльгиз, посмотрю, там еще чего-то нету. То есть, поэтому мы должны разделить первое понятие картографических и геопространственных данных, как таковы, какие они уровни включают в себя. Но, с другой стороны, для того, чтобы подпитывать правильно вот эти тематические вещи, мы и ЭКО и должны создавать именно с той целью, чтобы вот это все в дальнейшем развивалось, там, ну, генерализация, нужно, да, или еще какие-то данные. Поэтому я считаю, что вот, как бы, нам нужно сориентироваться на том, чтобы мы создавали именно основу для геопространственных данных, да, то есть, вопрос картографии создает основу геопространственных данных, результатом которой является уже различная производная продукция. Тогда это будет и коммерчески выгодно, и информативно, правильно, полезно и достаточно быстро, да. И обратная связь – это обновление достаточно быстрое и достаточно, опять же, информативное. Ну вот, добавление. Да, и нам надо перейти к еще одному событию этого года, Роскадастру, я все-таки проанонсирую, потому что темы все взаимосвязаны, конечно, я сейчас вам нам слово, а потом давайте поговорим о Роскадастру. А потом к голосованию вернемся, поскольку все, так или иначе, объединяется. Ну, первое, еще раз вернемся к ЕКО и Роскартографии. Ну, я считаю, ЕКО – это такой, ну, фонд бесконечный, и дай Бог, чтобы после 24-го года профинансировали Роскартографию. И нельзя, вот, нельзя продукты оценивать товарно-денежные отношения. Понимаете, есть когда государство вкладывает в эти продукты, которые косвенно выстреливают намного сильнее, чем мы считаем, надо за рубль получить 3 рубля выгоды. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что это правильная политика Российской Федерации. Второе, я соглашусь с Еленой Михайловной. Только единственный поставщик должен быть этой продукцией, так как она нужна картографии. Теперь я отвечу на ваш второй вопрос. А поставщик в том, требует. Почему? Что надо поставщику? Вот то, что надо поставщику, тут у нас есть с вами одно но. Ну, во-первых, что надо поставщику, все это отображено на экономических форумах. Я лично был на трех экономических форумах, и там показывают. Поставщик жестко требует, чтобы нам дать данные, не картографические, а данные пространственные данные, которые получены на базе дистанционного зонтирования от БПЛА до космоса. Но ты нам дай то, что нам надо. И в них это прописано. Даже сейчас, 29 сентября, будет мощнейшая в Минстрой проводит конференция именно среди территорий. Куда? Это, вы знаете, сейчас идет программа «Агрессивная политика пространственного развития территории под руководством Хуснового». И вот там будет это обсуждаться, в принципе. И поэтому наша беда в чем? Вот тут вся аудитория, у нас есть груз. Мы все зашорены на картографии. А страна развивается немного в других, как говорится, в других, ну как я мягко скажу так, в других формах востребованности нашей продукции. Но я еще раз подчеркну. Вот обсуждать такой вопрос, нужно ЕКО или не нужно, это бессмысленно. ЕКО, конечно, нужно. И второй момент. ЕКО в стране должна решать именно единственный поставщик. Да даже такая позиция безопасности, это задача номер один, которая покрывает ЕКО. Как ее оценить финансово? Да не как. Ну а второй момент, какую продукцию нам надо или нет, я бы хотел, ну как бы пожелание такое, чтобы на следующей конференции у нас было бы разбавлено половина профессионалов, а половина поставщиков. Тогда нам будет более динамично. Спасибо. Хорошая идея. Вы имели ввиду как раз потребителей, а не поставщиков, а клиентов, пользователей. Я думаю, нам надо сейчас заявить там второе событие. На самом деле круг дискуссии, мне кажется, будет все равно близкий. Итак, принят закон, ушел указ о создании публичной правовой компании «Роскадаст», которая, как я понял из официальных документов, должна объединить функции целого ряда подведомственных Росреестров организаций и тоже стать неким таким единым окном, которое это окно над фундаментом ЕЭКО будет расположено, или в это окно будут попадать еще какие-то источники. Я думаю, что здесь как раз многие до сих пор сами не знают. Но, может быть, наш, так сказать, синквит, а я знаю, что и вот поймешь, что, например, твитцы все-таки здесь присутствуют, Александр Александрович. Александр Александрович. Александр Александрович. Да, мы его тоже сюда в первую ряду сейчас пригласим для того, чтобы просто проинформировать вот про эту вот информацию, которая происходит. Александр Александрович, может, мы с вас тогда и начнем, потому что, как я понял, многие просто действительно не совсем в курсе даже профессионально, как сейчас это будет организовываться, строиться, какой функционал будет передаваться, как будет взаимодействовать с другими. Как не повезло, так и говорят. Сергей Николаевич. Ну, что надо? Да, я должен просто сейчас вам всем интересным вас послушать, а потом задать какие-то вопросы. Ну, во-первых, это импровизация, да? Я не готовился. Тут все импровизация. Да. Во-вторых, рассуждали микрофон потерпите. Нет, мы решили, на самом деле, я просто выжидал, чтобы, так сказать, перейти к вам, потому что действительно всем интересно, чтобы узнать вот эту искору. Ну, во-первых, я очень рад, что нас пригласили на эту конференцию, очень рад, что нам удалось принять участие. Двадцать лет назад, Виктор Николаевич, я тоже был в этом, в этой гостинице, да, и на второй конференции, поэтому это очень хорошая традиция. Я думаю, это очень профессиональный, скажем, такой обмен мнениями. И он, несмотря на то, что здесь Росрегистр заявлен, ну, как бы, незримо присутствует. Да, мы как подведомственное учреждение здесь присутствуем. Но, на самом деле, это такая технологическая конференция. Вот. Два слова буквально по поводу Федерального фонда пространственных данных. Тут Геннадий Германович добавил, что вот у частных компаний нет своих фонда пространственных данных. Основное, я вижу, все-таки, два момента, почему у нас вот это не работает, почему не приносит прибыль, да, центру геодезии, как организации, которая держит этот фонд. Во-первых, туда очень трудно поместить данные. Есть определенные стандарты. Да, частные компании, и не только частные, эти же, тоже Леслый Синфор упоминался, еще какие-то государственные, которые мы не знаем, они создают эти материалы, и мы о них не знаем. И сведений о них нет в Федеральном фонде пространственных данных. Нет заинтересованности. Первое, это нет заинтересованности. Человек, который, ну, организация, которая создала или купила данные, у нее нет интереса туда их помещать. Вот этот механизм необходимо создать. И второе, это технологические препятствия. Чтобы поместить, я помню, Иннополис, когда создавал на Татарстан, значит, вот-то фотопланы, я так и не помню, все-таки смогли их мы в ФППД поместить или нет. Потому что они чуть-чуть создали по другим техническим условиям. И все, и они туда не попадают. И в региональные не попадают. Мы вроде бы знаем, но воспользуемся. Вы заново снимали через два года. Ну, да. Я понимаю, что у них другие стандарты. Может быть, это хуже. Но метаданные об этом быть должны. Потому что мы должны знать, что на территории проводились такие работы, созданы такие-то карт-материалы. Мы об этом на сегодня, к сожалению, не знаем. Роскосмос, который, к сожалению, не отсутствует, сделал попытку административно в закон ввел статью, что все, кто покупает космоснимки, обязаны сдавать Роскосмос. Я тихонько спрашивал дважды. Коллеги говорят, нет от слова совсем. Статья не работает. Ну, потому что, опять же, нет мотивации. Вот над этим надо подумать, создать механизм. Потому что, ну, без этого у нас наполняться не будет актуальные данные. Теперь то, что касается Роскадаста. Да, действительно, решение такое принятое. Вышли два закона. 4.48 и 4.49. Вышли ряд постановлений правительства. То есть, уже есть наблюдательный совет. Уже генеральный директор определён. Юридически лицо ещё не создано. Я думаю, что это буквально счёт идёт на неделю. Это может быть, да? К концу года. Ну, к концу года, да. То есть, организационных вопросов очень много. Потому что сливаются на первом этапе три организации. Это федеральная бодейзовская конвентаризация. Это федеральная кадастровая палата. И это центр географии, картографии, инфраструктуры и пространственных данных. Каждая организация достаточно многочисленная. Ну, федеральная кадастровая палата. Так, штатка будет порядка 26 тысяч человек. Ну, соответственно, центр географии 650, да. И федеральная БТИ, по-моему, если по 3-3,5 тысячи. То есть, масса филиалов, масса имущества, масса, скажем, нормативы регулирующих. Поэтому процесс идет. Заявлено, что ППК Роскардастров у нас будет компания полного цикла в отношении земли, недвижимости, картографии, геодезии, да, там, и так далее. Значит, ну, АОРС-картография, скажу, что она у нас предполагается на следующем этапе. Без тем, что это тоже отдельная вселенная, отдельная, как бы, большая организация с дочерними обществами. Вот. То есть, влить предполагается? Влить предполагается. Читаем федеральный закон 448-й. Там все написано. Предполагается. Да. Поэтому, ну, что касается именно подхода, ну, наверное, такой... Оформа пространственных данных тоже вольем? Да, вольем. Обязательно. Это вот как раз о чем говорил Геннадий Геннадий, что это было разнесено. Роскартография предприятия, аэргидрические предприятия создают данные, а центр геодезии их продает. А вот в том числе и эффект обратно, может быть, вернется на круги слоя. Ну, по крайней мере, задумок много. В том числе, вот здесь много говорилось о том, что нерентабельный бизнес многие направления не охватывает. В том числе, то, что касается кадастровых работ, да. То есть, есть такое неформальное название государственных кадастровых инженеров, да, ППК Роскадастров. Предполагается, что будет делать. Вот есть определенное постановление правительства. На сегодня уже, ну, Ростехновидеризация и так делает любые виды работ. То есть, все работает на рынке. Кадастровая палата тоже начала выполнять работы для государственных и муниципальных нужд по ряду направлений, которые прописаны в постановлении правительства. То есть, мы сейчас, это все, как бы, синергия объединения. То есть, наши компетенции, наших плюсов, минусов, да. Надеемся, что это даст определенный эффект и мы сможем работать. Наверное, вкратце еще скажу, что то, что касается технологий, именно и стереофотограмметрии, и картографий. С этого года кадастровая палата занимается исправлением рестовых ошибок силами органов регистрации прав. Что это значит, да? То есть, это значит, что мы теперь на основании бюджетных обязательств, то есть, мы по госзаданию исправляем тремя методами, по сути, рестовых ошибок. То есть, те ошибки, которые были допущены в кадастровой недвижимости. Это стереофотограмметрический метод, это георизический метод, это картометрический метод. Для этого мы получили в Федеральном фонде пространственных данных как раз актуальные ортофотопланы и другие материалы необходимые для работы со стереомоделями и работы с картометрическими методами. Для этого мы закупили оборудование, то есть, у нас на сегодня беспилотные летательные аппараты, закупили стереофотограмметрические рабочие места, георизические приборы, соответственно, автомобили повышенной проходимости, проходит обучение людей во всех 80 филиалах. То есть, мы, как бы, в эту тему очень плотно, ну, я с ней скажу, продолжаем, возвращаемся, наверное, да, потому что, если помним, на заде кадастровая палата в конце 90-х, в начале 2000-х очень плотно занимались как раз теми самыми кадастровыми работами, в том числе, ну, на тот момент больше георизическими методами. Ну, не знаю, вопросы? Да, вопросов, я думаю, тут столько, очень много вопросов. То есть, вы пока тут теоретизировали, да, там, перед аплодисментами что-то задавали. На самом деле, опять же, у меня взгляд непрофессиональный, но мне кажется, что это очень серьезные такие изменения вообще во всей отрасли обозначены. У меня так кажется. А вы меня сейчас поправите, а я, естественно, прошу и нашу панель, и зал, естественно, мне кажется, у всех очень много вопросов, более правильных, чем у меня будет. Но так выглядит, что под Роскадастром будет консолидировано вообще, как бы, все. То есть, вплоть до аэрофотосъемки, как вы сейчас сказали. То есть, одно дело предоставления информации государственным органам, субъектам и так далее, создание единого там места, другое дело, еще и производство этих данных. А как-то вот, кажется, что идеология там предшествующих лет заключалась и в том, что предоставление – это государственная функция, ну, по крайней мере, для ряда категорий пользователей. А создание – это такой открытый рынок. Сейчас вы даже упомянули, что Роскадастр даже уже и аэрофотосъемку сам вести. То есть, сам вести, сам оценивать, сам заносить и сам предоставлять. Простите, может быть, мой вопрос, опять же, анонимный и глупый, но это примерно так. Или я преувеличиваю. Не монополия частного бизнеса, правильно? Мы будем одними из участников рынка по созданию данных. Если государство заказывает… Нет, а вы же и есть тут государственный заказчик. Ну, не вы, а вот Роскадастр. Он, как бы, получается, и заказчик, и исполнитель. Можно я помогу, Александр Александрович? Потому что здесь уже моя больше вахта. Да-да-да, давайте и вас тоже сюда поставим. Потому что, естественно, просто вижу, как весь зал прийти. Сейчас всем больше всего интересно вот это понять, что будет за тех. Давайте сюда. Сюда? Да-да-да. Ну ладно, хорошо, хорошо. Мы все, как бы, садитесь, все друг друга знают. С учетом того, что уже время по моей дискуссии приближается к концу, нужно еще успеть всем выставаться. Я постараюсь быть кратким. Смотрите, базовая идея, которая, в общем говоря, зародилась еще, там, на рубеже 20-го, там, 19-го, 20-го года, она связана была с тем, что государство выработало новый механизм. Появилось понятие публичной правой компании. Когда вышел этот закон, его первыми практическими воплощениями стали этот экологический оператор, военно-строительная компания. Поэтому их опыт заключался в том, что необходимо было объединить как раз вот фонд, и производственные мощности, которые были у государства. То есть, ФГБУ была оператором Федерального фонда пространственных данных, а Орбовская фотография – государственная компания, которая производит данные для этого фонда. И ППК представляет собой следующим эволюционным шагом, чтобы, наконец, объединить два этих технологических процесса. И изначальный план 20-го года предполагал, что ППК будет создаваться именно на базе ФГБУ, Центра геодезии, фотографии и инфраструктуры пространственных, Орбовской фотографии. В процессе обсуждения этой идеи они пошли дальше, и пришли к выводу о том, что необходимо не только объединить фонды данных, но и дополнить их, вот то, о чем Костаин Александрович сказал, данными Единого государственного реестра недвижимости. И как-то вот этот вот хаос кадастровых работ, которые сегодня присутствуют, потому что там очень много таких вот проявлений, ну сам участок картографировал несколько раз, ты человеку платишь 5 тысяч, он тебе бумагу привозит, потом ты на публичную кадастровую карту обращаешься и видишь, что изменения не внесены, отчего уже телефон поменял. И вот эта вот гремучая смесь кадастрового инженера с конкретной девушкой в Росреестре или территориальном органе, она, в общем, порождала огромные проявления коррупции, плюс там информационные системы постоянно сбоили. И так вот уже как-то разрубить этот гордый узел ужасов для населения, правительство приоритизировало для себя эту задачу. И таким образом оказалось, что вот все производственные мощности было решено объединить в одном юридическом лице. И поскольку юридическое лицо должно предоставлять государственные услуги, то единственной правовой формой, которая сегодня позволяет объединение и производству и оказанию государственных услуг является публичной правовой компанией. Вопрос, который дальше крайне сложен в реализацию, он связан именно с тем, что до сих пор ППК создавались все время с нуля. То есть и военстроительная компания, и экологический оператор, они все были вновь образованы. Мы впервые пошли на пути создания компании на базе юрлица. И здесь просто случились два события. Поскольку БТИ свободно от каких-то было обременений, а Роскартография несет на себе тяжесть общества, которые до сих пор находятся в процедуре банкротства, которые несут там еще в том числе... так сказать, мы занимаем не последнее место в рейде компании, которые до сих пор должны своим сотрудникам деньги, банкротах за заработную плату, то создать ППК на базе Роскартография украинт водоемкий процесс нереализуемый с точки зрения существующей нормативной правовой базы. Поэтому было выбрано АОБТИ как основу для создания ППК, а бюджетные учреждения, кадастровая палата и Центр геодезии, картографии, инфраструктуры, пространственных данных к нему присоединяются. Это три юридических лица, которые обладают определенными правами, фондами и так далее, которые несут в себя обремени. Сложности с Роскартографией связаны как раз с наличием истории с банкротством наших дочерних обществ, которая еще не завершена. И, честно говоря, основным здесь вот таким камнем предковения является Висхаги. Это как раз ключевой такой актив, очень проблемный. Там одних долгов по заработной плате под 150 миллионов. Поэтому решение этой задачи является вторым этапом создания публичной правовой компании. И именно от того, как быстро удастся разрешить сейчас все управляющие компании, и Роскартографии, процедурные вопросы, связанные с завершением банкротства дочерних обществ, будет определять сроки вхождения наших предприятий в состав публичной правовой компании. Дальше второй вопрос, который всегда задают коллеги, здесь бы хотелось ответить. А как это будет выглядеть? Будет ли это созвездие дочерних обществ УПК, или это будет система, которая перейдет на филиальную схему присутствия. По состоянию на сегодняшний день этот процесс, скажем так, находится в фазе рабочего обсуждения, но проектом указа президента, который вы все можете найти на портале правовой информации, предполагается, что наше дочернее общество и мы перейдем на единую акцию, то есть на первом этапе все дочерние общества становятся филиалами Роскартографии, а после этого Роскартография как единическое лицо присоединяется к ППК, то есть прекращает свое существование. Такой проект указа в настоящее время вы можете прочитать на портале правовой информации. И главная сложность в его выпуске заключается в том, что в этом документе отсутствует описание, и это замечание экспертного управления администрации президента, отсутствует описание, что сделать с банкротными обществами, то есть что делать с теми обществами, которые будут активно ухаживать. Понятно, переводим на единую акцию. А вот куда девать банкроты, которыми мы уже не управляем, они являются субъектами деятельности конкурсных управляющих. То есть они у нас числятся за нами, как народическое общество, но никаких правовых оснований вмешиваться в их воздействие деятельности у нас уже нет. А чисто структурно, может быть, я сейчас, вот Виктор Николаевич, там слово вообще 7, да? Насколько вот такая консолидация? Все-таки там кадастр был кадастр, картография – картография. Вообще было ЕЭЭКО, которое, так сказать, где-то не было. Как будет выглядеть вся система функциональна? Я бы предложил кому-нибудь высказываться, если у вас нет этой темы людей. Давайте, давайте, словим Побединскому. Мы сейчас зададим, как вы это видите, вообще-то хорошо, плохо, и какие подводные камни. Ну, я не знаю. Мы все говорим про рынок, а здесь появляется такая вертикально интегрированная структура, которая от, собственно, ну да, это конечная точка введения кадастров, представления кадастровых устук, но вплоть до, так сказать, всех геодезистов. Не будем решать. Я все-таки по-прежнему остаюсь убежденным сторонником, что картография и кадастр – это абсолютно разные сферы деятельности. И если кадастровая деятельность использует картографическую и геодезическую основу, то это совершенно не значит, что юридически значимые документы могут служить основанием для внесения этих объектов, как топографические объекты, на государственные карты и на ту же единую электронную картографическую основу. Прекрасно все мы знаем, есть куча юридических документов на пустыри. А на самом деле там уже что-то и построено, и выкопано, и, может быть, даже реконструировано. Я считаю, что и вот мировые тенденции, есть ряд стран, особенно это вот скандинавские страны, которые действительно в последние где-то 5-10 лет взяли и объединили геодезические свои службы и кадастровые. Но есть другая страна, я ее уже упоминал, Великобритания, которая упорно сохраняет свой орден Сурвей как исключительно геодезическую и картографическую компанию. На сегодняшний день это чисто акционерное общество, которое ведет все государственные работы в стране. Никакими кадастровыми работами эта компания не занимается, кадастровыми занимаются совершенно другие люди. Хотя, извините, в Великобритании частная собственность на недвижимости, на земельные участки, она имеет ну, несколько столетий истории. Поэтому я по-прежнему считаю, что та идея, первоначальная идея объединения ФГБУ и АО «Роскартография» она наиболее плодотворная, а вот публичная правовая компания «Роскадарство» в нынешнем виде немножко мне напоминает в основном в вашем кругу извешена. Рак пять месяцев назад, а щука, понятное дело, куда тянет. Сан Саныч, Игорь Семенович, тоже высказывает с сепотом. Я коротко, я далек от этого вопроса. Ну, во-первых, вот эта корпорация публично правовая, ну, я считаю, государство приняло правильное решение. Второй вопрос, я отвечу, мы знали там «Роскартографию», почему? Да потому что практически государство отвечает перед собственниками земли. И любые процессы, которые происходят в пользу собственника земли, оно касается государства. И то, что это... Мы прекрасно знаем, как работали десятки, сотни тысяч катастрофных инженеров, сколько было процессов, а сейчас все-таки это отдано единому, ну, назовем так, единому поставщику, очень грамотному, понимающему юридические, технологические моменты. Я думаю, что это правильное решение. Ну, вот. Ну, я вам скажу свое личное мнение. Объединять «Роскартографию» в этом публичном... В «Роскартографии» стоят четкие задачи перед государством. Поддерживать ЕГО. Это чистая, мощная государственная задача. Внимание ее туда, оно немножко ослабит влияние «Роскартографии» на этот процесс. А мне кажется, для государства это юридический. Спасибо. Ну, во-первых, сначала за, потом против. Нет, я за камня! Нет! Я за... Я за без «Роскартографии». Вот так. Нет, ну, а это, как бы, самые, в общем-то, семьёздные. Давайте дальше. Хорошо. Ну, действительно, если... То, что упомянул Константин Александрович, в своё время, и кадастровую палату ещё мы создавали, как компанию, которая помощник в то время была в Госкомзему с целью создания информации о земельных участках, границах и всё остальное. В дальнейшем было принято решение выделить кадастровую палату как структуру, которая не занимается хозяйственной деятельностью. Я считаю, в этом случае, было потеряно очень много наработок, очень много хороших решений, и, в принципе, то, что на сегодняшний день нужно создавать, или, вернее, создаётся публичная паровая компания, я считаю, это вполне нормально, это здорово. Понять грань вот эту между монополией, между рынком и всем остальным, это очень тонкая такая ситуация, потому что мы сами руководили это в своё время с Константином Александровичем, помнится, эти моменты были, да, и мы понимаем, какие рычаги мы использовали, всё остальное. Вот здесь вот есть определённая грань. То есть, сложившийся рынок, чтобы не исказить его, но рынок в хорошем понимании, в качественном понимании. То есть, не то, что происходит, иногда раз там чего-то нарисовали, что-то сделали. я считаю, я считаю, что ответственность, которая будет в публично-правовой компании, она исключит неправильные действия, которые на сегодняшний день существуют и у кадастровых инженеров, и у техноинтеризаторов, и всё остальное. Поэтому плюс здесь существует. Вливать ли Роскартографию именно в кадастровое ведомство, ну, вопрос по моему понятию спорный. Почему? Потому что Роскартография, как я уже упоминал ранее, она, в общем-то, решала же вопросы ещё и действительно создания топографических планов для целей, для других целей, не только кадастровых. То есть, это обеспечение Министерства обороны, обеспечение других узких задач каких-то всех остальных. И вот если брать кадастр, как это описание какого-либо объекта, характеристики, там, сведения, там, правовые в том числе и прочее, прочее, то топографический план это другое, несколько описание, которое, ну, даёт свои определённые характеристики. Поэтому, я считаю, что публичная правовая компания на базе, ну, базе кадастровой палаты, Ростех, инвентаризации, может быть, действительно присоединить туда ФГБУ с тем, чтобы оперативно эта информация была, это действительно здорово, а вот с Роскартографией, может быть, с военно-топографическим управлением, я бы, конечно, это дело всё обсудим и взвесил, и, вот, выбираем военно-топографическое управление Роскартографией, вот, я бы, где-то обозначил, провёл, или что-то реорганизовал в пользу государственных нужд, ну, то есть, общеполитических нужд, скажем так, да, или всё-таки оставил, вот, потому что мы немножко увлеклись тем, что Роскартография должна зарабатывать денег, её, там, сравнивают с бизнесом, ну, действительно, правы, что должна решать общую задачу государственная Роскартография в том выполнении, как, ну, как главное управление, ну, как раньше было, да, вот, поэтому, такое, у меня неоднозначное мнение по публично-производственной компании, вот, поэтому я бы, вот, своё мнение изложил таким образом, что, да, должна быть, но, вот, в части государевых задач именно картографирования и всё остальное нужно задуматься. Такое ощущение, что, вообще-то, действительно, перепусти где-то находится сейчас, то ли вернуться в военно-топографическое управление, то ли выходить, то на рынок вроде что-ли, теперь вроде обратно идём, у меня действительно функции разные, и, значит, раз, но, Виктор Николаевич, давайте... Ну, вот, по-моему, очень мало времени работать истинно говорить. Вот, главное, позиции всех. Тема абсолютно сложная, да, но, вот, мне кажется, слияние кадастровиков, кадастровой палаты и БДИ абсолютно логично, потому что решают одни и те задачи. Если рассматривать ФБГУ, ФБГУ на самом деле сейчас абсолютно нелогичная структура, потому что, с одной стороны, это научное учреждение, с другой стороны, фонды. Это, известно, это, получается, на равных правах институт и склад при нём. И, вот, мне кажется, такое парадоксальное заключение, я бы, слил бы кадастровую палату в БДИ, а потом разделил в БГУ и фонды отдал бы в эту ППК, а наручную часть отдал бы Роскартографию и создали бы крупный центр картографических производств плюс наука. Тогда это было бы логичное развитие, мне кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Николаевна, давайте и вы все скажете пару слов. Ну, как бы, слушайте, это, ну, слушайте, здесь, мне кажется, семья, я наблюдал, как здесь все спокойно спорят и не ругаются и борются отношения. И дерутся, да. Когда будут приняты окончательные решения, уже можно будет и не обсуждать. Вот, а пока еще, так сказать. Ну, что могу сказать. Значит, в 23, сейчас скажу, в 23-м году будет 100 лет Снегаев. То, что Снегаев исчезнет, как название, вы, вот я много летаю по международным конференциям, и когда... И когда, вот много летаю по международным конференциям, и когда прилетаешь и говоришь в ГГУ в Центре геоденции и автографии, все спрашивают, а где Снегаев? Ты говоришь, вот мыть Снегаев, тогда говоришь, а, ну тогда все понятно, как-то, то, чем занимается. Поэтому вот терять такой бренд, который, ну, со столетней истории, это, конечно, очень плохо. И, конечно, вот есть такая мечта, как бы, возродить, вот, Центральный институт геодезии и картографии, вот, и ареста съемки. Ну, не знаю, как, в общем-то, в теперешних тенденциях это, я так понимаю, просто невозможно. не получается. А если соединение с Роскофтографией? По поводу, вот, знаете, соединения с Роскофтографией, мне тогда не понятно, кто будет контролировать вот ту продукцию. Вот, когда мы соединяем, вот мы сейчас, вот, сейчас, когда, вот, фонд стоит Роскофтографией, на самом деле, она, на достаточно жестком контроле со стороны фонда, как бы, подвергается. Вот, если мы будем объединены, то, тогда в этом случае, наверное, будет все-таки на нас какой-то конструкции вы все объединены. – Да, да, вот, вот здесь вот, когда контроля нет, когда все, вот, в одной лодке, то это, конечно… – Это совсем плохо. – Это плохо. Вот, поэтому, я бы вот, ну, как-то вот такого мнения, по тому, что это очень хорошо, у меня нет. – Нет, Елена Михайловна, я разделяю опять вас от склада. Снигает, соединяется с Роскофтографией, а фонд контролирующий остается в ППК. – Ну, на самом деле, это неплохая идея, конечно. – Можно я дополнить? – Слушайте, я завершаю нашу такую провокационную дискуссию. Я вам поделюсь с интересным наблюдением. Мы проводили исследование, и, по большому счету, на сегодняшний день Роскофтография в состоянии вот создать, ну, как фондодержатель пространственные данные, и оказывать услуги твоим и частным лицам, предоставляя карту страны. И стоить это будет, примерно, те же самые 6 миллиардов, что мы получаем на свои работы в рамках госзаказа. То есть, на самом деле, когда вы спрашивали, можно ли создать компанию, которая будет для страны создавать пространственные данные, и дежурить, и отвечать за их актуальность. Да. И причем, это измеряется конкретными величинами, и не триллионами рублей. И поэтому, здесь я хотел бы сказать, что вот идея Органа Суруя, она жива. Да. И мы уверены, что пройдем на эту этап реформу. И, в общем, собственно говоря, отрасль еще удивит всех тем, насколько она в состоянии регенерироваться. А я, вы знаете, тоже, пора сейчас сделать перерыв, но я самое главное не понимаю. Я совсем склон, как бы, сказалось. Вот Роскадастер, это, фактически, имеет функции государственного органа. Ну, почти как МФЦ, да, по-простому говоря. Выдает подтвержденную государственную информацию, да. Роскартография, извините за грубые сравнения, но, тем не менее, да, это, у него функция государственного органа. Практически, да, предоставление вот этих государственных услуг. Роскартография шагнула, наоборот, в сторону, так сказать, создания коммерческого, в том числе, продукта. Продукта для рынка, продукта для государства, для его органов, и так далее, и так далее. Поэтому, для меня сейчас, вот это, как для человека со стороны, непонятно, что в одном флаконе будет, ну, грубо говоря, и кадастр, и какой-нибудь, как бы, и риэлл, который квартир, или этот самый, или домостроитель. Ну, у меня где-то вот такие, они грубые, но, мне кажется, что-то в этом есть, в этом сравнении, истинное. Либо Роскартография придется перестать стремиться быть субъектом рынка, да, потому что оно войдет, да, Константин Николаевич обязательно дойти в массовую. Александр Александрович, Алексей Николаевич и Александрович. Ну, вот в этом он был, я привык. Да, легко запомнить. Ну, я, наверное, несколько слов все-таки, чем Роскадастр будет, ППК Роскадастр заниматься, в отличие от Росреестров и территориальных органов, чтобы тоже было понятно, водораздел. То есть, учетно-регистрационные действия, полностью, со следующего года, планируется, что будут заниматься территориальные органы Росреестров, то есть, управление Росреестром по соответствующему субъекту Российской Федерации. И кадастровый учет, и регистрация прав. Ну, чтобы вы понимали это. Кадастрова палата, в дальнейшем, ППК Роскадастров, из этого процесса полностью исключается. Это, на самом деле, упростит процедуру, потому что, на сегодня, ну, путь так, обобщен. Человек сдает документы, например, или кадастровый инженер, или человек сдает документы в межевой план, технический план, в МФЦ, потом это попадает в кадастровую палату, специалисты проверяют, вводят в электронном виде, направляют регистраторам Росреестр, они принимают решения, проект решения тоже зачастую, ну, раньше, готовила кадастровая палата, потом опять возвращается в кадастровую палату, формируются выписки, передается в МФЦ. То есть, из этого кадастровая палата исключается, ППК Роскадастров, куда и не будет погружаться, то есть, остается МФЦ и территориальный орган Росреестр. То есть, упрощение процедуры, то есть, здесь, налицо. Предоставление сведений всех видов, сведений Единого государственного регистра недвижимости, сведений из Федерального фонда пространственных данных, полученных в результате землеустройства, а также предоставление копий документов по кадастровому счету и по регистрации прав, которые хранятся в делах правоустанавливающих документов в кадастровых делах, как в бумажном, так и в электронном виде, в разные этапы, эпохи и так далее. это все будет заниматься ППК Роскатастроф. То есть, также ведение реестра границ, это административная граница, зоны с особыми условиями использования территории, территориальные зоны, там все охранные, защитные и так далее. Это все будет тоже заниматься ППК Роскатастроф. Выполнять кадастровую работу, то есть, подготавливать, по сути, документы для кадастрового учета тоже в ряде случаев, они, ну то есть, мы, да, будем иметь право. То есть, уже говорилось, что рост рекоментаризации сейчас делает на рынке, кадастровая палата получила эти полномочия в связи с постановлением правительства, которое, в начале года, соответственно, тоже, компетенции наращиваем, развиваем. То есть, вот это то, чем будет отличаться от Росръеста. Совершенно здесь поддержу коллег, что варианты возможны, да, и объединение всех вот в одном, в том числе, и вот в плане создания катастрофической продукции, да, то есть, должен быть контроль независимый. Ну, наверное, здесь есть еще что пообсуждать и над чем подумать, потому что механизм действительно должен быть создан. Потому что, просто так вот, механическим объединением всех организаций, ну, создадим огромного монстра с разными задачами, и здесь, конечно, есть, есть что пообсуждать. с разными задачами. Спасибо. Спасибо.